Под 7% годовых. Вы можете эти деньги снять и использовать на что хотите. У вас на счете останется актив под залогом. 100% ваших денег останутся под залогом. Но они не заморожены. Вы на свой актив продолжаете получать прибыль. У вас процентов годовых. А почему не под 4%? Под 4% что? Вот это? А, ну, как говорится, как нам предложили, нам пришлось согласиться. Мы согласились под 7%. В данном случае только так. Под 4% в Европе можно взять. Пойти отдельно в банк, банковский кредит самостоятельно. Здесь инвестиционные компании. Здесь мы прибыль получаем больше. И поэтому мы вот этот доход с банком рассчитываемся легко. Мы 20% прибыли получаем, естественно, 7% легко. А, допустим, любой из нас мог бы прийти сам в Европе, в этот банк и взять кредит? Если бы либо гражданином. Резидентом страны. То есть резидент страны может туда прийти, в этот банк, и взять под 7%? Конечно. Или даже дешевле? Даже дешевле. Конечно же. А вот банку в чем выгода? Они же сами могут эти 20%, эти деньги прокручивать в той же управляющей компании? А у них там дефляция. Могут, но для банка тоже важен рынок. А для банка мы уже готовый рынок. В Швеции вам дадут кредит под минус 2% годовых. Да, даже минус, видите? А вы если положите деньги, вам 20% дают. Вот смысл какой им так делать? Вам давать больше, чем... Вот у нас наоборот в России. Если я положу, я получу 6%, да, мы любой. А если мы возьмем кредит, то мы будем там 20% с лишним платить. А здесь наоборот. Почему? Вам же сам может... Эти деньги под... Ну, выдать, не знаю. Баржа сам может в этой же управляющей компании? Своих граждан под 2%. Она под 7% им выгодна. Ну, даже если так, почему они сами эти деньги под 20% не прокручивают? Ну, да. А нам занимают под 7%, когда они могут 20% иметь в той же управляющей компании. Почему? Они делают это. Просто мы не все их дела знаем.